МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газподарки нашего региона обмолотили больше, как 230 тысяч гектаров, альбо 70% посевных площадей. Намолот сборжа зараз складает приклад на 650 тысяч тонн. Это третий покажек в Украине. Лидируют аграрии Рейшинского района. Тут собрали 63 тысячи тонн, а мальдесят участка до гульного намолота в области. Самый высокий темп утримливают хлеборобы Жлобинщины. Тут убрали уже 85% посевных площадей. Самая высокая урожайность зерневых означается в Добружском районе – 37 центнеров с гектара. Тогда, как средняя, по области крыху больше, как 27. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инициативная группа протягивает сбор подписов за влучшение кандидатов на посаду президента Республики Беларусь. Этот этап выборчей кампании протягнется до 21-го жюня у Ключна. У поддержку каждого потенциального кандидата должно быть собрано не меньше, как 100 тысяч подписов. Выборщик имеет право поставить подпису в поддержку некоторых кандидатур, однако только один раз за одного претендента. Нагадаем, зараз у Центра выборками зарегистрованы инициативные группы 8 кандидатов. Починаючись с 21-го жюня на протягу 10 дней районные комиссии проверят докладность собранных ими подписов. Кали более за 15% из них будут недокладными, то подписы аннулюют. С 6-го по 15-го вероясня отбудется регистрация кандидатов. Агитационная кампания распочнется с 17-го вероясня. Комитет Державного контроля в Гомельской области знову звернулся до питаниям своейчасовости выплаты зарплаты. Сегодня тут организовали горячую линию с жихарами региона. Не глядяши на то, что в целом ситуация по этим питаниям не з'является проблемной, на широку предприемства работники пораннейшим отримливают заробленные сродки, неувызначенные термины. Олег Сентяров подекавился причинами такого становища. Комитет Державного контроля витаем вас к горячей линии по пытаниям порушения термины выплаты зарплаты проводится на початку кожного месяца. На отсутствие звонков специалистам скаржиться николи не приходилось. Женевинская горячая линия не обыключение. На протягу 90-х хвилин коляд 30-ти зворотов. Скарга со Светлогорска предприемства не працуя еще с лютого, а с работниками не различились до этого часа. Сажарная жихарка Жлобина незадоволена принесла больничный лист, а яку не оплачиваюсь, спасаются на отсутствие сродков. Это в уголе самая распосудженная причина, яку сегодня называются на предприемствах. З нами не различаются, и у нас сродков на выплаты нема. Кали мерковать по этой горячей линии, проведенной Комитетом Державного контроля в Гомельской области, особливо такая ситуация характерна для невеликих предприемств, сколько еще працующих до 100 человек. По закону, до речи, они не предоставляют справоздача своейчасовости выплаты зарплаты у стат-органы, а тому только по выниках горячих линий и можно высветить реальную ситуацию. Мы будем связываться с этими предприятиями с целью подтвердить информацию о том, что там нарушаются сроки. Мы делаем запросы, нам предоставляют сведения о том, что есть у них факт просроченной задолженности нарушения трудового законодательства, либо нет. И дальше уже работаем, вызываем руководителей, привлекаем к административной ответственности, как-то пытаемся помочь в этой ситуации людям. За порушение терминов выплаты зарплаты для найманников предугледжено администрационное покарание. До 20 базовых величин для керывников и до 100 базовых непосредственно для предприемства. Позбегнуть отказности немогчима, але своя хитрик и есть. На шероху предприемству, например, переглядзели коллективные договоры и перенесли официйный термин выплаты зарплаты на пошний день месяца. Додатковый час, звычайно, дает могчимость собрать необходные сродки. Что от 30% поведенных структур, то и они ситуацию с выплатой зарплаты тримают на постоянном контроле, у тесном взаимодействии с органами выконавчей влады. В каждом из районов области создана комиссия, на которой рассматриваются все, скажем так, субъекты хозяйствования, у которых даже возникает вопрос о своевременности выплаты заработной платы. И на районном уровне изначально уже принимаются меры с тем, чтобы обеспечить эту своевременность. Для одних студентов летняя пора – это час откласти подружники и отриматься салоду от бесклопотного життя. Для других – еще и мягчимость неодренна заработать. Уже два месяца студенты гомельских ВНУ в складе студентрадов БРСМ працуют на разных предприемствах. С отделниками одного из таких отрадов познайомились наши корреспонденты. В этом году гомельский тлушевый комбинат проставит працованные места 15 ребятам. Серед гомельских студентов працана на этом предприемстве користается повышенным попытом. Трапить сюда у мыловарный цех – великая удача. Приемный коллектив и супрацовники зауседы готовы прийти на допомогу. В минулом году Артем Крауцов лето провел в будовнейшем студентраде. Не глядя на то, что и лето ему сподобалось опрацовать, однако поквать мыло, каже, все же простей. А до монотонности привык запоруден. Пошел не по специальности сюда направили, а просто по своему желанию. Захотелось, чтобы не дома сидеть днями, а вот пойти поработать. Ну и плюс новые люди, новые знакомства интересные. Праца, я кажу, тут не пыльной. И многие проходят сюда уже не первое лето. Заработная плата, что немаловажно, по студентских мерках, вельми неодренная. Зарплата уставит? Да. Это, по крайней мере, немного больше, чем у нас есть стипендия. А на что планируешь потратить? Ну, наверное, копить на море. По словах супрацовников предприемства, для ребят это не только колоссальный опыт. Могчимость не просто убачить на своей очи вытворчий процесс, а и унести свой уклад в развитие предприемства. Такое супрацовничество, до речи, выгодно и тлушевому комбинату. Ребята очень молодцы, стараются, дружелюбные. Оказывают нам большую помощь в работе, так как мы можем каких-то своих работников в данный период времени отпустить в отпуска. Усяго, этим летом, у Новобелецком районе працу отримали амаль 200 студентов. У праца у Латковани заняты амаль усе самые буйные предприемства района. Середняя зарплата больше за 2 миллиона белорусских рублев. Знасти працу БРСМ допомагает и тем, кто покуре еще не изъявляется студентам. В этом году нам удалось трудоустроить категорию ребят от 14 до 16 лет. Это вот самые активные, кто больше всего хотел работать. Но, к сожалению, трудно было нам их трудоустроить. Но в этом году они у нас работали в сельхозотряде, в сельхозпредприятии «Тепличное». Вера Котляр, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». Далее об надворье. По передних прогнозах синоптиков, первый тыдень Жнивня на Гомешине будет солнечным и спякотным. Опадков не прогнозуется. Подаденных областного гидрометроцентра в ближайшие дни территория нашего региона будет находиться под уплывом поля повышенного атмосферного тиска. На протягу тыдня чекается переважно сухое и теплое надворье с поступовым повышением температурного фона. У автора кисерадов слабкие термометры на Гомельщине в ночи максимально вздымаются до плюс 16, в день до плюс 33. Что тычется другой половы тыдня, характер на дворе истотно не изменится. Температура поветра в ночи чекается от 16 до 21 градуса, в день до 30-33, в особенных местах до 35 градусов. У Гомель завершилось, что годовая спартакеада – сярод работников жилево-коммунальной господарки в области. На протягу трех дней они споборничали у разных спортивных дисциплинах. У делу спартакеаде приняли 10 команд, у сяго мальча 400 человек. Они смагалися за узнагороды у легкой атлетыцы, шматборьи, мини-футболе, волейболе, геровым спорте и протягивании каната. По выниках у всех споборницких дней первое место завоевала команда предприемства «Света» со Светлогорска. На другой преступции предыстала Гомель-Водоканал. Третьими стали представники коммунальной службы Зрагачева. Переможцы войдут в состав сборной, которая проставит галину на спартакеаде областного объединения профсоюзов. Это у нас будет сборная, сборная от нашего обкома профсоюза. И мы в Речице будем проводить вот это мероприятие об объединении профсоюзов. И я думаю, что мы всегда достойно выступаем и рассчитываем, что и в этом году не подведем достойное место займем. И как это была опущенная информация о выпуске, для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин